МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск. Каждый день, вечер и утро. Реальность самоскладывает картину дня. В студии Гульнара Шарипова. Смотрите сегодня в программе. Рекультивация красотки. Счет откорректирован, подрядная организация, экспертиза оплачена. Основные замечания, которые были выявлены, они сняты. Сейчас вот такие мелкие замечания, они снимаются. И я могу сказать, что мы уже на финишной прямой. Стоимость изыскательских работ завышена. Работы на паузе. Время сделать выбор. Партии приносят определенные законные документы. Это список кандидатов, которые включены в состав выдвиженцев. Это решение политической партии, региональное отделение политической партии о выдвижении списка. В России грядут выборные кампании различного уровня. Самолеты для детских садов. Открытие этого макета на территории нашего детского сада позволит нам продолжить эту работу с детьми по привитию любви к профессиям, связанным с авиацией. Авиалайнеры, изготовленные на Ульяновском авиагиганте, появились сразу в двух дошкольных учреждениях города. Мутная жижа, погибшая рыба. Прорыв так называемых лагун, в которых открытым способом хранились отходы производства спиртзавода. Прошлым летом поставил поселок Муловка на порог экологической катастрофы. Кроме водоемов пострадали поля, огороды и лес, вдоль которых борда устремилась к пруду. Чудом удалось избежать перелива отходов в другие водоемы, а также в источник питьевой воды. С 1 июля 2018 года должна была начаться рекультивация наиболее пострадавшего водоема – пруда Красотка. Но чиновники взяли вынужденную паузу. Фирма, выигравшая тендер на подготовку проектно-сметной документации, якобы завысила стоимость изыскательских работ. Материал наших коллег специально для репортера 73. Напомним, решение реанимировать пруду было принято еще в мае 2017-го, а в августе произошло резонансное ЧП. В результате прорыва одного из барных хранилищ пришлось менять ранее разработанную схему рекультивации. Проект предыдущей реконструкции не отвечал новым требованиям ни по содержанию, ни по стоимости. В данный момент восстановлением пруда должна заняться другая фирма. При сдаче проекта на экспертизу был выставлен счет порядка 650 тысяч рублей, при стоимости проекта 950 тысяч рублей. Но данная проблема снята, счет откорректирован, подрядная организация, экспертиза оплачена. Основные замечания, которые были выявлены, они сняты. Сейчас идут такие мелкие замечания, они снимаются. И я могу сказать, что мы уже на финишной прямой. В ближайшее время положительное заключение экспертизы будет получено. И в принципе мы уже готовы начинать процедуру по расторговке объекта. Сами торги, уверяют чиновники, займут не больше месяца. А это значит, что работы будут начаты уже в августе. Не стоит забывать, что это будет двухгодичный контракт. Получается, что в этом году подрядная организация произведет заглубление водоема с выемкой ила. А также будут произведены работы по заполнению пруда и его зарыбливанию. В следующем году запланировано благоустройство территории. Аналогичная процедура будет проведена и с прудом фабричным. Помимо предстоящих работ в Муловке продолжают работать экологи. По распоряжению председателя правительства области Александра Смекальна, специалисты улгидромета ежемесячно проводят забор проб воздуха и воды. Проводился отбор проб поверхностных природных вод на территории рабочего поселка Муловка. В данном случае пруда фабричного. Для оценки экологического состояния водного объекта на такие показатели, как биологическое потребление кислорода, химическое потребление кислорода, такие металлы, как железо, медь, азот аммонийный, азот нитритный, ХПК, фосфорфосфатов, хлориды. Как уточнили специалисты, результаты забора проб воды будут готовы через 5 дней, а вот пробы кислорода будут готовы уже завтра. По уверениям химиков, данное оборудование способно уловить мельчайшие частицы, которые могли вызвать запах, от которого задыхались димитровградцы на протяжении последних двух дней. За время нахождения нашей съемочной группы Муловки ни единого намека на какой-либо запах нам так и не удалось уловить. Но вопрос, чем же пахнет тогда по вечерам димитровграде, пока остается без ответа. В МКУ служба охраны окружающей среды жалоб на неприятный запах не зафиксировано. Кемран Кичимайкин, Виталий Немов, специально для репортера 73 из Меликесского района. Утечка борды в 2017-м произошла накануне запуска необходимых процессов по остановке сброса отходов с предприятия. Диалог с собственниками привел к тому, что завод должен был запустить линию по переработке борды, что практически полностью сглаживало острый вопрос реализации отходов. Сегодня ситуацию контролируют все, кому не лень. Мы предпочли дать слово профессионалам, экологам и лично председателю правительства Ульяновской области Александру Смекалину. Крупные замечания такие серьезные сняты. То есть ждем со дня на день выхода положительного заключения экспертизы. И в этот же день будет объявлен конкурс на производство работы. Экспертиза идет в лучшем случае, проходит месяц. Это идеальный случай, что экспертиза проходит месяц. Здесь очень просили Владимиру Петровичу Сухову, чтобы она прошла быстрее. Ну, дальше уже зависит не от него, а от исполнителей, которые должны шустро исправлять замечания. Поэтому я считаю, да, есть задержка по срокам. Вот именно из-за того, что никак не могли утрясти цену на проведение экспертизы, потому что цена на экспертизу первоначально практически была равна цене за проектно-сметанную документацию. Ну, сейчас вроде консенсус найден, экспертиза проплачена, экспертиза идет. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Мы держим на постоянном контроле экологическую ситуацию в рабочем поселке Муловка. По моему поручению регулярно проводятся исследования состояния воды и атмосферного воздуха. В августе начнется первый этап работ по рекультивации пруда «Красотка». Это очень серьезный экологический проект, который прошел много экспертных обсуждений и согласований до начала реализации. Он предусматривает не только очистку самого водоема, но и благоустройство прилегающей зоны. До начала основных работ совместно с движением эко-волонтеров мы планируем провести субботники, чтобы очистить территорию от бытового мусора. В России грядут выборные кампании различного уровня. В единый день голосования 9 сентября определят дополнительно 7 депутатов в Государственную Думу. 4 депутата в связи со смертью и переназначение предыдущих. 2 от Саратовской области и по одному от Тверской и Нижегородской. В 20 субъектах пройдут прямые выборы главы субъекта. В 4 субъектах пройдут парламентские выборы главы. В 16 регионах страны пройдут выборы в парламент. В каждом регионе свое назначение. А в 12 субъектах изберут местные выборы в органы представительной власти – городские думы. Ульяновск готовится к выборам в областной парламент. В этом году 17 субъектам, включая Ульяновскую область, предстоит избрать депутатов законодательной ветви власти. Подготовка началась давно. Избирательная кампания стартовала 8 июня. Сейчас самая активная фаза перед агитацией. Избирком региона принимает первые документы по выдвижению кандидатов. Выдвинулась на сегодняшний день и уже, кстати, заверены списки семи политических партий. Это Коммунистическая партия Коммунисты России, это Коммунистическая партия Социальной Справедливости, Справедливая Россия, ЛДПР, Гражданская платформа, Патриоты России и Родина. Подают необходимые документы партии «Единая Россия» и КПРФ. Последний день и час для всех участников гонки – 8 июля в 18 часов. Правила простые. Партии приносят определенные законные документы. Это список кандидатов, которые включены в состав выдвиженцев. Это решение политической партии, региональное отделение политической партии о выдвижении списка. А также иные документы, связанные уже с техническими вопросами, в том числе финансовыми. Комиссия принимает окончательное решение о заверке списка в течение трех дней. Далее очередной этап работы уже для определенных партий, которые обязаны собрать подписи. К таким не относятся четыре парламентские – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Чем может быть интересно эта избирательная кампания? Курсом на обновление буквально все политпартии понимают, что если в списках будут узнаваемые рабочие кандидаты, то и агитационные усилия можно будет не форсировать. До последнего времени в региональном парламенте не была представлена партия «Справедливая Россия», а теперь она тоже переживает обновления. Региональное отделение возглавил Михаил Сычев, известный в регионе своей работой во власти. С этой фигурой местные политологи связывают возвращение интереса к вопросам, считавшимся коньком эсеров, например, защита прав граждан в ЖКХ. В представленном областном списке 47 кандидатов от «Справедливой России». 7 июля в избирательную комиссию области, уполномоченным представителем избирательного объединения Ульяновское областное отделение политической партии и Коммунистическая партия Российской Федерации, представлены документы для заверения областного списка кандидатов. Таковых 59 КПРФ активно критикует действующие власти, не брезгуют несанкционированными митингами, причем в региональных отделениях это заметно гораздо больше, чем в столичных. Либерал-демократов в областном списке представляют 48 человек. Партийные силы направлены на аргументированный ответ вызовам сегодняшнего времени. Но яркого лидера, способного затмить главу партии Владимира Жириновского в регионах, пока не подготовили. Здесь предпочитают привычные форматы работы с избирателями, встречи, курсирование партийного поезда по стране и сбор проблемных адресов. Уже заверены областные списки кандидатов в депутаты от региональных отделений партий «Патриоты России» и «Гражданская платформа». Самый внушительный список – 90 кандидатов от «Единой России». Высока вероятность, что состав шестого созыва Заксобрания может кардинально измениться. В ряды опытных депутатов рвется активная молодежь, у каждого из них есть свое видение работы и стратегия. Все это кандидаты доказывали на праймере с досрочным обсуждением. Одним из главных и ключевых проектов, который станет «Ульяновская область. Территория возможностей». Я не просто говорю так слово «проект», хотя все его достаточно сильно осуждают. Проект – это такое яркое, большое событие, которое возьмет в себя 12 направлений. Речь о направлениях 204-го закона, выдвинутых президентом после инаугурации. Среди прочих – экология, демография, предпринимательство, культура и работа с молодежью. Самый главный спектр, я считаю, это работа с молодой творческой интеллигенцией города, объединение в Советы молодых специалистов. Я вот сам являюсь председателем Совета молодых специалистов, преподавателей детских школ города Ульянска. Мы хотим расширить наш совет, подключить сюда область, потому что проблемы города и проблемы области, они совершенно разные. Для области могут открыться новые перспективы, если в депутатский корпус вольются активные и честные с желанием работать на благо региона. Действующие профессиональные депутаты не отменяют наставничество и неважно, при этом, какую политическую силу депутат представляет. Главное – развитие родной территории. Предвыборная агитация в области начнется 11 августа за 28 дней до голосования и прекратится в полночь 8 сентября. Анжела Забаштагина, Дебухтаяров, репортер 73. Споры о целесообразности повышения пенсионного возраста продолжаются. В числе противников пенсионной реформы, в частности, ульяновские профсоюзы. Их основной аргумент – возможная нехватка рабочих мест для молодых специалистов в дальнейшем. Сегодня в регионе проживает 424 тысячи пенсионеров, и это примерно треть от всего населения. Контраргумент – долю работающего населения необходимо повысить. В регионе создана рабочая группа. Ее основная цель – изучить вопрос всесторонний и выработать алгоритм действий для исполнения закона в случае его принятия. Встретить назревшие перемены нужно во всеоружии. Активное долголетие – словосочетание, напрасно вызывающее у некоторых скептическую смешку. Действительно, мир меняется стремительно. Идти с ним в ногу непросто, но успеть, возможно, было бы желание. Научиться чему-то новому, открыть в себе новые возможности, расширить круг общения – задача, которая стоит перед современным человеком. И оправдание в духе возраст уже не тот, давно утратили жизнеспособность. Сегодня в Ульяновской области от общего числа пенсионеров более 20% работающие. Кроме того, по программе соцподдержки населения в регионе организовано бесплатное профессиональное обучение. В числе востребованных профессий среди возрастных работников, к примеру, контролеры и диспетчеры, водители и охранники, операторы котельных, заправочных станций, делопроизводители. Из почти 400 обратившихся в службу занятости пенсионеров трудоустроено примерно 50%. Также в стадии обсуждения находится законопроект по поддержке потенциальных работодателей. Разрабатывается порядок субсидирования предприятий, которые берут на работу граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Это будет, планируется, по крайней мере, в пределах мрот, ну или раз в квартал, может быть, чуть чаще. Получение новой профессии, разумеется, начинание благое в любом возрасте, однако лучшая школа – это свое же рабочее место. Ольга Иванова пришла в профессию, по примеру, мамы. Тогда ей казалось, что работа врача – это подвиг каждый день. Спустя 35 лет мнение не изменилось, когда, как говорит Ольга Игоревна, жизнь поставила ей две пятерки, вопрос о выходе на пенсию даже не стоял. Врач с полной ответственностью заявляет – условия жизни сейчас изменились. Программа в детских садах может составить конкуренцию бабушкиному воспитанию, а вот женщине по-прежнему хочется украшать собой этот мир. Мы всегда и в советские времена очень много говорили о том, что у нас плохо развита медицина, жаловались на плохую наследственность, на плохую экологию, но забывали о том, что от уровня развития медицины наше здоровье зависит только на 10%. 50% – по словам врача – это собственная ответственность человека за свое здоровье. Ольга Игоревна занимается спортом, посещает бассейн. Но главное все же – это осознанный выбор профессии. Тогда с течением времени интерес ходить на работу будет высок, как и раньше. Пенсионная реформа назрела. Порог пенсионного возраста, с которым страна подошла к готовящимся переменам, определялся, можно сказать, в другую эпоху. В другом государстве это точно. Сегодня немало компаний, в том числе и в нашем регионе, готовы предоставить рабочие места возрастным сотрудникам. В частности, крупная трикотажная фабрика. Ее руководитель Зинаида Измайлова держит руку на пульсе. Мне бы хотелось выслушать мнение наших работников. Поэтому мы даем им возможность высказаться. Мы повесили ящик для сбора предложений наших работников. Мы соберем их мнение. И, конечно, любую площадку, где можно высказать свою позицию, мы будем использовать. Сегодня на фабрике трудится порядка 400 сотрудников. Средний возраст – 43 года. Производство рассчитано в основном на женскую зонидность. И сегодняшние реалии таковы, что работницы устраиваются уже после того, как обзаведутся детьми. Разумеется, пенсионные отчисления также считаются иначе, чем у молодых специалистов, начавших трудовой путь в 16 лет. Для возрастных сотрудников более щадящие условия, считает Зинаида Алексеевна, это хороший стимул продолжать работать. Государство тоже должно поддержать. К примеру, вернуть индексацию или перечислять в пенсионные фонды подоходный налог. Сотрудники с большим стажем – это золотой фонд любой отрасли, будь то медицина или производство. Обучение молодых специалистов также зависит именно от них. О нехватке мест беспокоиться не стоит. Образование, здравоохранение и другие сферы готовы предоставить рабочие места. Главное, чтобы человек, приходя в профессию, был уверен в том, что его выбор – это его призвание. Вера Мещерякова, Станислав Морозов, репортер 73. Взгляды на пенсионную реформу различны. Мнения разделились. В частности, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает, что в настоящем своем виде реформа требует серьезных доработок. По мнению омбудсмена, пенсионная реформа – это в первую очередь повышение размера пенсий. К тому же следует учесть потребности отдельных групп населения, к примеру, льготы для преподавателей, пенсии по выслуге лет. За подобные оговорки в законе омбудсмен готова побороться. Не только пенсионная реформа попала в поле зрения омбудсмена. Татьяна Москалькова приняла участие в заседании по подготовке к проведению 8-го летнего молодежного юридического форума ЮрВолга. Провела встречу с руководством Уляновской области и личный прием граждан, во время которого рассмотрела обращение по приобретению российского гражданства, получение алиментных выплат и обеспечение жильем инвалидов. Какие вопросы федеральный омбудсмен взяла под личный контроль? Об этом далее. Визит правозащитников в тему ЮрВолги. В этом году участники форума сосредоточатся на обсуждении таких вопросов, как защита прав потребителей, регулирование правоотношений в сети интернет, спортивное право. Молодежный юридический форум – мощнейший опыт для всех омбудсменов и представителей органов власти. ЮрВолга – это как раз мощнейший опыт для всех омбудсменов, для всех представителей органов власти. Это когда сливается власть института гражданского общества с тем, чтобы обменяться и найти прорехи в правовом воспитании. За встречами и визитами проблемы тех, благодаря кому вообще существует такое явление реальности, как омбудсмены. За то время, пока институт правозащитников существует, доверие он завоевал. Ведь правозащитник может использовать уникальные инструментарии, например, обратиться к президенту России и рассказать главе государства о реальном состоянии дел в обществе. Закон не всегда способен адекватно выстроить жизнь. Проблема – почти столетняя бабушка без гражданства с просроченным паспортом. Гражданка другого государства. По закону продлевать паспорт можно только на родине. Она не доедет, но… Я обратилась к правам человека. Девчонкам спасибо. И мне помогли нам советами. Ну, вообще, помогли. Съездили. Мы все-таки свозили бабушку в Москву, в посольство Азербайджана. Они там паспорта не делают. Но вот ходатайство их ему. Нам… Ну, в общем, паспорт начали делать. Уникальный инструментарий говорить правду главе субъекта федерации о состоянии с правами человека – это очень важный элемент соотношения власти и институтов гражданского общества. По мнению федерального правозащитника, сейчас важно, чтобы была утверждена единая концепция обеспечения защиты прав человека. Уполномоченный по правам человека является государственным органом, который представляет собой некое звено. И он должен, независимо от кого бы то ни было, высказать свою позицию о несправедливом решении или системной проблеме. Это сегодня один из самых важных элементов взаимодействия власти и институтов гражданского общества. Вера Мещерякова, Павел Половов, Станислав Морозов. Репортер 73. Ульяновск взял курс на ремонт дорог. Городские улицы в этом году обновляются стремительно. Но остается одна, по которой вопросов до недавнего времени было больше, чем ответов. От перекрестка с улицы Тухачевского до перинатального центра Мама между трамвайными рельсами вот уже почти год вместо дороги Щебень. Дорогу на улице Радищева отремонтируют к 1 сентября. Об этом сообщил заместитель начальника управления дорожного хозяйства Ульяновска Сергей Демидов. Накануне чиновники во главе с Сергеем Панчиным инспектировали ремонтные работы. Что им еще не хватает, кроме финансов и плана действий, выясняла наша съемочная группа. Отголоски прямой линии с президентом страны. Вопрос об отсутствии нормативного дорожного покрытия на улице Радищева, жители Ульяновска, адресовали Владимиру Путину. Больше шести месяцев назад здесь демонтировали асфальт между трамвайными путями, а новую уложить не успели. Сейчас, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Губернатор на прошлой неделе дал очень серьезное поручение о том, что мы приступили к ремонту улицы Радищева. Мы сегодня говорим о том, что технологические были очень серьезные проблемы. Вчера мы под руководством Андрея Сергеевича Цюрина, первого заместителя председателя правительства, собирались. У нас по ремонту вот этой улицы принято решение. И практически вот уже данные руководителей присутствуют всем, чтобы уже начиная с сегодняшнего дня документации приступить к ремонту улицы Радищева. Начну с асфальтирования межрельцевого пространства. Затем начнется укладка асфальта на автомобильной дороге. Предстоит отремонтировать около 1200 метров автотрассы. Учитывая опыт эксплуатации и плитки, и различных других, возможностей переезда, сейчас пока останавливаемся на варианте обустройства в тройновойных путях усиленного асфальтобетонного покрытия. На ремонтные работы уже выделено 70 миллионов рублей. В процессе реконструкции дорожного покрытия смета может измениться. Самолет для детского сада. Авиалайнеры появились сразу в двух дошкольных учреждениях Ульяновска. Взлететь на них не получится, это всего лишь модели. Зато изготовлены они на настоящем авиастроительном заводе. Необычный подарок детским садам преподнесли сотрудники Авиастар-СП в честь 42-й годовщины со дня образования предприятия. Еще один год в истории флагмана ульяновской промышленности. Любовь к небу прививается с первых твердых шагов по земле. В этом убеждены и те, на ком лежит ответственная задача современное авиастроение развивать, и те, кому доверено будущих авиастроителей воспитывать. В агрегатно-сборочном цехе Авиастар-СП с большим энтузиазмом авиалайнеры собрали. Дирекция двух детских садов Заложского района с радостью их приняли. Открытие этого макета на территории нашего детского сада позволит нам продолжить эту работу с детьми по привитию любви к профессиям, связанным с авиацией, по выстроению исторического аспекта самолетостроения. Также позволит нам и нашим деткам увидеть технический прогресс в сфере воздушного транспорта. Также позволит развить нагляднообразное мышление, техническое мышление. И, конечно же, привитие любви к родному краю, гордость к малой родине, к нашему району авиастроителей. Ту-20 – рабочее название турбовинтового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95, самого скоростного в мире самолета с винтовым двигателем. Макеты собирали в свободное от работы время, зачастую урезая обеденный перерыв или задерживаясь после окончания смены. Очень большое участие принимали рабочие Евдокимов-Томкин. Это, в общем-то, их детище. И начальник цеха Афанасьев Сергей Владимирович их поддерживал. И вот сегодня мы передаем этому детскому саду самолет, потому что дети наших работников здесь воспитаны и выросли. И сегодня тоже детки наших работников продолжают ходить в этот детский сад. Дети должны расти именно с гордостью, именно с осознанием, в какой стране они живут, чем занимаются их родители. Они должны видеть и с детства, наверное, выбирать свой путь. О больших и важных целях, с которыми взрослые установили в детском саду макет самолета, дети, конечно, не задумываются. Они с радостью сидят в кабине, фотографируются на фоне авиалайнера, рассказывают стихи о пилотах и отпускают в небо воздушные шарики. С сегодняшнего дня мы хотим стать стюардессой. Гордессой нас нарядили, мы красивые, с галстичками, со всеми делами. Я горжусь тем, что нашим детям именно с ранних лет прививают чувство патриотизма, что ли, не только за город Ульяновск, но и за новый город в частности. Аналогичную модель авиалайнера установили на территории детского сада номер 229. А это значит, что в Ульяновске появилось несколько десятков безгранично счастливых детей, которые получили возможность с понедельника по пятницу ощущать себя настоящими пилотами самого скоростного в мире самолета. Гульнара Шарипова, Геннадий Бухтуяров, репортер 73. Летом прошлого года любимый россиянами исторический фестиваль «Волжский путь» провести не удалось по целому ряду причин. Еще осенью 2017-го его организаторы заверили. Летом 2018-го фестиваль будет. Причем совпадет по времени с проведением чемпионата мира по футболу. Возрожденный «Волжский путь» прошел по берегу Ивановского залива Волги на границе Чердоклинского и Старомайского районов Ульяновской области. Более 3,5 тысяч человек посетили шестой фестиваль «Живой истории». По словам организаторов, в этот раз выбранная территория как нельзя лучше подошла под проведение фестиваля. Мы, ребята, просто в восторге, потому что это такая квинтэссенция того, что мы искали долго в Ульяновской области. Она сама недавно строится, поэтому, в общем-то, длительное время мы были на другой площадке и появилась возможность найти что-то действительно подходящее под интересы всех. То есть у нас здесь есть и водоем, потому что ребятам, конечно, и жарко. И в будущем мы планируем, может быть, развитие в сторону флота, лодок, здесь может быть какой-то исторической регаты. То есть очень большая возможность дальше развиваться в новых направлениях. Столь масштабное мероприятие должно быть доступным с точки зрения транспорта, интересным, безопасным. В дальнейшем эту площадку планируется развивать для мероприятий подобной тематики. Территория уже обустроена под требования реконструкторов и удобна для посетителей. Преимуществом выборного места является непосредственный выход к воде. В планах организовать круглогодичную работу этой площадки. Мы планируем эту площадку развивать и дальше. Именно это было условием представления субсидий регионального бюджета организаторам. Поэтому мы планируем, что данная площадка будет гостеприимно принимать фестиваль в следующие годы. Но мы не хотим ограничиваться однократным использованием этой площадки в течение года. У нас уже есть определенные планы, которые мы обсуждали с клубом реконструкторов-организаторов, на использование этой площадки круглогодично. Массовые сражения, турниры, битвы, дружины, конные состязания – вот главные зрелища и события праздника эпохи раннего Средневековья. Кустари в торговых рядах представляли свои изделия ручной работы из шерсти, глины, дерева и стекла. А также обучали средневековым ремеслам на мастер-классах. У региона появится новый туристский маркер – центр раннего Средневековья. И в завершении телефон рекламного отдела 3041-73. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 3041-73 и вы в эфире «Репортера-73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите онлайн. www.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин